Весна обнажила проблемы. Транспортным артериям Перми уже начали оказывать первую скорую помощь. Состояние дорог к краевой столице – вопрос номер один. Губернатор Виктор Басаргин проводит оперативное совещание, на котором расставляет акценты новому руководителю краевой столицы Дмитрию Самойлову. Это уже стало притчей такой, что вместе со снегом сходит асфальт. Далеко ходить не надо. Можно выйти из этого здания, выйти на Куйбышево и увидеть, что происходит на дорогах. Разговор сегодня пройдет не только о том, что мы будем строить, где мы будем строить, но и о том, как контролировать качество строительства дорог. Дорожная сеть Перми – это 2000 километров. Из них ливневой канализации оборудованы всего 53. Это существенный недостаток, который ускоряет процесс разрушения асфальтового полотна. Нехватку ливневки предстоит восполнять. Дану указание, что все проекты капремонта и реконструкции в обязательном порядке только с ливневой канализацией. Дима, за этим надо проследить, потому что, я говорю, что по нормативам, если ливневки нет, дорога стоит максимум два года. Два года подтверждается. Да, по нормативам она должна постоять до ремонта семь лет. В нормальное состояние пермские дороги приведут в два этапа. Первую часть отремонтируют к 9 мая. Весь основной массив – ко дню города. Виктор Басаргин потребовал усилить контроль за качеством ремонтных работ и привлечь к этому общественность. Мы в ближайшее время с инициаторами общественного контроля подстречаемся и поговорим по плану работы. Нынче в городе отремонтируют порядка 300 тысяч квадратных метров дорог. Но, по словам губернатора, этого недостаточно. Восстанавливать транспортные артерии необходимо в большем объеме, подчеркнул он. Для этого край поможет Перми дополнительными субсидиями в размере около полумиллиарда рублей. Елена Закирова, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.